Всем привет, вы на канале Кайпал Паладинс, и сегодня я хочу посмотреть такое видео, как Почему не стоит играть в Паладинс, обзор Паладинс Вот такое вот превью у этого челика Давайте посмотрим это видос Дисклеймер, это видео создано исключительно ради прикола и поднятия тебе настроения Автор не хочет кого-либо оскорбить, хорошо, мы это запомним Так Я так понимаю, это он про свой возраст, а не про левел в стиме Так, начинается, погнали Скук у него там наиграна секундочками 51 час, неплохо, это неплохое такое время В 2022 веке, я считаю, это апогей кринжа и говноедство Бедных челиков, которые не могут позволить про версию Бедных челиков, которые не могут позволить про версию Пожалуйста, посмотрите мое видео Это сейчас обращение не к этому челику, а для тех, кто реально думает, что овервотч это как бы про версия Паладинса То, что овервотч это апогея контента Нет, это не так Овервотч просто сдох, он погряз в этой тупой мете, которая называется Голд У него сейчас играют, ну, только старички Многих игроков там нет, онлайн маленький И, кстати говоря, он меньше, чем в Паладинсе Я не понимаю, какой смысл сравнивать овервотч по факту мертвую игру с Паладинсом Скоро выйдет овервотч 2, да, давайте сравнивать овервотч 2 с Паладинсом Но никак не овервотч первый Люди не гордые, можем войти в ситуацию, тем более 999R Ну, по факту ее можно и подешевле купить Нет трансгендера? Я считаю, это уж слишком Так что отбросим этот кусок дерьма и зайдем в настоящую, бесплатную игру Ну, для начала посмотрим, что за персонажи Фернанто, ля какой Я бы такому систему аккуратного уравнения решил бы Виктор, ну типичные наши русские Но именно так же все русские выглядят, так? Нет, нет, абсолютно не так Изначально Виктор в Паладинсе выглядел как суровый сибирский мужик Теперь же Виктор выглядит как какая-то гламурная леди Не более того Вот посмотри альфа-тесты, как выглядел Виктор Я думаю, тебя это удивит Я, наверное, вставлю даже скриншот с игры Не с альфа-теста, а там есть скин Который похож на первоначальный На первоначального Виктора Так ведь? Так ведь О, ну этот человек мне определенно кого-то напоминает Ну как там эти, блядь Ну эти, Dead Inside То есть он говорит то, что из-за вот этой Вот этой шторки Ну вот из-за этих волос Как бы это Ну как там эти, блядь Ну эти, Dead Inside Ну или 75% подростков в России Следующие же персонажи Очень интересные Но из-за их интересности мы, пожалуй, их пропустим И приедем к более интересной системе А именно системе карточек Допустим, это не мушницы Карточки такие Активация сколков исцеляет Иллюзии на 20% Карточки Карточки Это одна из самых последних тем Которых нужно изучать При погружении в паладин Новички, которые зайдут в эту игру И начнут посерьезки изучать карт Ну их Ничтожно мало Большинством Людям это тупо неинтересно И именно из-за этого В паладин добавили стандартные Колоды Карт От их максимального здоровья Ну нормально Когда действует пространственная связь Ваша скорость передвижения Увеличивается на 10% Я так подумал Пошли эти карточки нахуй Перейдем к более интересной теме А именно режимы Режимы здесь очень оригинальные Их я абсолютно нигде не видел Перед тем, как снимать это видео Ты должен был поинтересоваться Почему режимы похожи на Team Fortress 2 Изначально Сами разработчики паладинцев Говорили то, что Им невероятно сильно нравится Team Fortress 2 И при создании паладинцев Они вдохновлялись Именно этой игрой Именно поэтому в этой игре Существует такой персонаж как Барик И именно поэтому На Барика существует эпический скин При привязке Стима к паладинцу Скин у Барика Как у Инженера из Team Fortress 2 Не настолько оригинальные Что просто пиздец Господи Да ты попадешь в него или нет Осада Короче, вам нужно подойти к этой бандури И все Знаю, знаю было сложно Но перейдем к более На самом деле нет В осаде абсолютно другие вещи нужно делать Сначала нужно захватить точку На этой самой точке Не должно быть вражеских чемпионов То есть должен просто избавиться от них После захвата этой самой точки Ты должен довести ее до Базы противника Но нет Легче же сказать Что просто нужно подойти к какой-то бандури Чтобы как бы Принизить Игру Но я сейчас понимаю То, что я немного душню Потому что Он вначале написал То, что это все прикол Юмор Блять Это же не смешно Абсолютно не смешно Я надеюсь, это он меня послал Мне так легче будет На самом деле нет В натиске не нужно никого убивать Из-за убийства в натиске Ты не получишь ни единого очка То есть Я даже не понимаю Там написано было с ними Что он сыграл 51 час За 10 часов можно паладинс досконально изучить Я не понимаю, что он там 51 час сделал О, кто пьянся Походу Гениталий Скай это осматривал Да, я тот еще шутник Не надо про это в комментариях писать, пожалуйста Очко получит Ничего А вы что думаете? Получит повышенное золото То есть Враги, которые Также будут против тебя играют Но которые проиграют Получит меньше опыта И меньше золота А где я то не соберу? И меньше опыта чемпиона И меньше опыта боевого пропуска Берет 400 очко Те получат Ну так же ничего Но и ласт режим Ничего Окей Очень похож на прошлое Очень похож на прошлое Хотя это абсолютно разные режимы В натиске нужно контролировать точку И убивать врагов Чтобы они не заходили на эту самую точку В команда боя на смерти же нужно просто убивать Почему он дезинформирует? Я не понимаю Тут же написано описание Натиск и снизу описание Команда боя на смерть и снизу описание Это странно И это не из-за того что разработчиком было лень придумать что-то новое Нет Это из-за того что тебе было лень углубляться в игру Из-за того что игра бесплатна Ааа вот оно как Все я понял Извиняюсь Не забывайте Графика выглядит как ебанное говно Блин он общается как быдло Ладно И под ебаным говном Ну это же прикол Я же должен тут Рофлить Конечно же Подразумевал топовую мультяшную графику Которую мы все Ебаное говно Под ебаным говном Я подразумеваю Топовую мультяшную графику Я его не понимаю Тут даже непонятно Он как бы с одной стороны Говном залил А с другой стороны Обелил как бы Блять Я скорбил и похвалил Хуй поймешь Что он имеет ввиду Объясните мне пожалуйста Я не понимаю Казалось бы Разница в нашем возрасте Не такая уж и большая Там полтора года только разница Ну ему 15 с половиной Но я его не понимаю абсолютно Ну это да Это смешно Это смешно Соглашусь Это единственный момент Которую мне понравился Просто отдельный респект Разрабовам За проявленный труд Вы молодцы ребят Так держать Я бы вам даже руку пожал Овердролч берет защиту Своими говнокартами у вас Ну и самое интересное Внутриигровые покупки Внутриигровые покупки На этом моменте Я хочу заостриться На самом деле В паладинсе Мало внутриигровых покупок Большинство скинов И большинство Каких-либо Плюшек По типу Аватарок Либо же Каких-нибудь рамок Можно получить Абсолютно Бесплатно Допустим Ту же огненную рысь Можно выбить Бесплатно С сундука А чтобы получить Этот сундук Вы наверное скажете Нужно же задонатить Но нет Достаточно просто Каждый день сходить В игру Либо же Выполнить боевой пропуск И в конце Тебе дадут Сундук Сейчас я вам выведу Изображение на экран И вы увидите То что он показывает На Виктора И говорит Если хочешь себе Классный скин То его купи Ну в само собой Более грубой Формулировке Но Самое важное то Что этот скин Абсолютно Бесплатный То есть Я этот скин Получил Бесплатно Я его просто Выбил С сундука И более того Такой же скин Только красный Я не знаю Зачем одинаковые скины ХРС добавляют Но точно такой же Можно выбить Тоже бесплатно А чтобы получить Сундуки Достаточно Просто Выполнять Квесты Испытания Королевства Их полным Полно Одежду Купи Хочешь себе Пиздатую Аватарку Купи Хочешь себе Пиздатую Аватарку Нужно Всего-то Потратить Одно золото Там есть Аватарки Классные Легендарные Эпические За Одно Золото Чтобы вы понимали За самый Такой Плохой Матч Где вы Очень плохо Сыграли Где вы Проиграли Вы получите Ну минимум Минимум 50 голды А За самый Такой Классный Матч То есть Хороший Ну где-то 600 Голды А средистинический Матч Ну где-то 300 Голды Вы получите Аватарка Легендарного Качества Или как Выразиться Правильно Я не знаю Но в общем Она стоит Всего Одно Золото Это Это Ничтожно Мало Он Говорит Что Их Нужно Покупать Это Бред И Кстати Говоря Если вы Также Хотите Допустим Получить Какие-нибудь Анимированные Аватарки То Их Тоже Можно Купить За Внутри Игровую Валюту Это Нужно Учесть Обязательно Хочешь Классную Рамку Во время Загрузки Игры Купи На самом деле Нет Ее Не надо Покупать Он Показал Бесплатную Рамку И Говорит Что Ее Нужно Покупать На самом деле Абсолютно Не так Эту Рамку Можно Было Получить За Боевой Пропуск Ее Не нужно Покупать Даже Если У тебя Есть Деньги Ты Ее Лимитированный Предмет Если Точнее Хочу Отдать Должное Донат Никак Не влияет На Игровой Процесс Донат Никак Не влияет На Игровой Процесс Ну С одной Стороны Да Но С другой Стороны Существует Ускоритель Боевого Пропуска А В Боевом Пропуске Тебе Дадут Золото Так Тебе Дадут Алмазы Но Это Довольнень Спорное Заявление И Вообще То Этот Сундук Можно Бесплатно Получить Окей Дальше Ебучий Кно Узнаете Игровой Процесс Седьмого Дестница Трибунал Но Это Не Донат Это Просто Афиша К новому Персонажу И Купить Блядь И да Это Раздражает Меня И Что Короче Паладинс Заебись Мо А сама Игра Не Очень Если Вы Хотите Короче Паладинс Хорош А сама Игра Не Очень Но Я Так Понял Пацан Чисто На Рофле И Конкретно Так Дегоднуть Ну Прошу Пожаловать Я Лично Пас Нажимаю На Палец Вверх Ладно На Этом Видео Закончилось Что Я Могу Сказать Посмотрев Это Видео Я Получил Переизбыток Кринжа Ни Одного Достойного Заявления Просто Все Факты Высосаны Из пальца Он Показывает На Бесплатные Предметы И Говорит То Что Их Нужно Покупать За Донат Он Говорит То Что В Главном Меню Куча Донатного Объявления Хотя В Главном Меню Которое Он Показывал Не Было Ни Одного Донатного Объявления Он Показывает На Персонажа Виктора И Говорит Что Это Русский Персонаж Но Так Русские Мужики Вы были на канале Кайпал Паладин Увидимся До новых Видео